Приветствую вас, дорогие телезрители телеканала ТБН. С вами программа «На днях», ее постоянно ведущий Сергей Риховский. Мы говорим о самых насущных вызовах, которые стоят перед церковью в настоящем 21 веке. На днях пришло очень интересное сообщение. Я говорю на очень важную тему. Украина, Обама и Библия. Наверное, Россия тут как бы тоже не сбоку стоит. В Украине большинством депутатов Верховной Рады принят закон, разрешающий однополым парам усыновлять детей. За принятие закона, артификации Европейской Конвенции об усыновлении проголосовало 288 депутатов. Для того, чтобы закон был примен, необходимо было 226 голосов. Об этом написал издание «Коммерсант». Ну что ж, это называется «Приехали». Ну как совпало, очень интересно. Именно в эти же дни, на днях, президент очень великой страны, господин Обама, не поддерживает более законодательное определение брака, как союза мужчины и женщины. Да, в начале, когда он баллотировался в президенты, он неоднократно высказывался о том, что он будет незыблемо хранить и отстаивать конституционность за того понятия, что мужчина и женщина, они являются полноценными субъектами брака. Но вдруг что-то произошло. Почему это случилось? Брак, как союз между мужчиной и женщиной, всегда легко отставился в суде и поддерживался большей частью американского народа. Нет никакого прощения тому, что президент Обама в угоду либеральной политике решает оставить определенную ему конституцию роль, как защитника закона, принятого Конгрессом, сказал один из известных исследователей вопроса семьи и браков США. Украина, Америка и Библия. Ну и Россия здесь где-то рядышком. Что, собственно говоря, Священное Писание, когда принимаются подобные законы, когда приравниваются. Извините, я, может быть, небольшой любитель этого слова традиционное или консервативное, но я консерватор по своим убеждениям, консерватор Библии, консерватор истин Евангелия. Когда великие политики этого мира говорят, нет, мы должны пойти в угоду неким либеральным веяниям. В Писание, в послание апостола Павла к Римской Церкви об этом очень определенно написано, когда и почему это происходит. Когда снимаются маски. Вы знаете, 287 депутатов Верховной Рады сняли маски. Нет, я не подозреваю каждого из них или каждого второго из них, или же в сочувствии, или же, может быть, они сами, как говорится, немножко рыльца пушку. Но почему-то, может быть, кто-то проплатил или в угоду неким либеральным ценностям европейским, или, может быть, ценностям, которые проповедует в данном случае известный президент. Я не знаю, что произошло, но я понимаю, что что-то страшное произошло. Мы говорим о Святой Руси, о Киевской Руси, мы говорим о народе богоносце, мы говорим о той святости, которая есть у славян. Ну, я уже американца как бы не трогаю, хотя для меня американцы это величайший народ миссии, это пуританская нация, которая была вначале создана там. Да, там были свои проблемы, наверное, но что случилось с нами, славяне? Что случилось с нами, когда при совершенно христианском президенте Украины, при уверенном, каждый второй депутат наверняка христианин, принимается подобный закон? В угоду кому? В угоду чему? В Писании написано очень четко, маски срываются тогда, показывая сущность политика, сущность людей, которые принимают решения на самом высоком уровне, при одном важном стечении обстоятельств. Здесь написано, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдую. Здесь написано, но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. И славу нетленного Бога, изменили в образе, здесь написано, потому что они не заботились иметь Бога в разуме. И Писание говорит, поэтому предал их Бог по стыдным страстям, по стыдным страстям и мужчин и женщин, когда мы не имеем Бога в разуме. Да, мы можем называть себя как угодно, я христианин, или я что-то около сочувствующий, или я христианский политик, или христианский президент. Но Писание говорит о том, что они извратили, они, Бог их предает, они начинают служить твари вместо Творца, который благословен во веки веков. И здесь написано, что заменено естественное употребление женщины и мужчины напротивоестественное. И сегодня даже в Украине фактически однополые браки могут усыновлять детей. Итак, есть вызов для церкви, для всех нас. Дорогие братья и сестры, мы должны воистину проповедовать Евангелие Царства и отстаивать ценности Царства Небесного, Царства Божия. И да поможет нам Господь, невзирая ни на что, что происходит оставаться христианами, которые верны Слову Господа. И пусть наши семьи, наши церкви, наши народы, они служат Христу, а не тем образом, которым заменено сегодня во многих местах, у многих политиков истина. Да поможет нам Господь. С вами был Сергей Риховский и программа На днях.